Добрый день! На территории культуры появился новый континент. Имя ему Куклантида. Что это такое? И кто там обитает? Узнаем! Куклантида – придуманная страна или материк, где обитают люди, любящие кукол. Неважно, какого они возраста – дети или взрослые. Также называется и Республиканский фестиваль детских и юношеских театров. В нем участвуют творческие коллективы из районов Карелии, которые используют кукол в своих постановках. В этот раз таких 12. Всего около 130 человек. Родился фестиваль в 2003 году. И в этот раз он юбилейный – десятый. Общение людей и кукол обычно вызывает только положительные эмоции. Поэтому в Куклантиде всегда царит праздник. «Чудесная эта страна! Мы попали сюда, не случайно! И такая она во всем мире одна!» С юными артистами мы еще познакомимся. А пока узнаем, что это за персонаж. Молодой человек, а вы кто такой? Как сюда попали? Я? Я Еремушка. Я символ фестиваля Куклантида уже очень много лет. Какой спектакль, Еремушка, тебе бы хотелось увидеть на фестивале? Ммм, ну, вообще мне нравятся все спектакли. Поэтому особых пожеланий у меня нет. Главное, чтобы он нравился детям. А детям нравилось играть в этих спектаклях. В этом году в афише «Куклантиды» 13 спектаклей. Команда «Территория культуры» побывала на одном из двух дней фестивальных показов. Слушай, Джин, ты не могла построить варежку? Побинуешься. Ведь не зря говори, мой дядь, что ничто не скрепляет влюбленных сердцах, чем позолоченный кукол торца. Детский театр кукол Ауринка из Рогозера – неоднократный участник фестиваля. Дважды увозил домой гран-при. Смотришь и удивляешься. В роли ребята выживаются, как настоящие артисты. А как мастерски владеют куклами, которых сами же и сделали. Джина делали сами полностью. А с Аладдином мы сделали, получается, два куклы из другого спектакля, но мы ее полностью переделали. Замечательно. То есть у вас помимо актерства еще и бутафорское ремесло освоено, да? Да. Мы проходили небольшие уроки и учились, как шить костюмы, как изготовлять самих кукол. Ты правда, я не правда упала с неба. Я звездочка. А вы? Это же кто? Я волк. Каждое выступление внимательно отсматривает джюри. После обсуждают. Как не волноваться, когда на тебя со знанием дела смотрят заслуженные артисты и мастера сцены? Мы летаем, я не понимаю, что делать. У меня стресс. Я говорю, Маша, пой. Маша знает слова. Пой вместо музыки. А Юля выйдет. Потому что Маша не запела. Да. И в итоге потом музыка наша включилась. Премьерный показ спектакля про звездочку, которая упала с неба и отправилась искать счастье на земле, студии «Добрый дом» из города Сартовала, состоялся прямо на Куклан-Сити. Без докладок не обошлось. Вот на самом деле заметно, что вы его не репетировали. И заметно, что это премьера. И заметно, что это сырой спектакль. И все-таки цель подобного разбора полетов, вернее спектакля, не в том, чтобы подчеркнуть недостатки, а выявить достоинства каждого спектакля и каждого коллектива. Такие позитивные, веселые, раскрепощенные. Вы очень здорово, у вас очень хорошо с чувством юмора. И в ваших ролях это все прослеживает. Действительно, дети очень талантливые и самобытные. Но когда мы видим, что что-то идет не так, это, конечно, прежде всего претензии не к детям. Это разговор будет с их руководителем. А здесь мы понимаем, ребенок должен раскрепоститься, ребенок должен быть свободным и должен получать удовольствие от того, что он делает. Фольклорный ансамбль веретенца из поселка Эселы привез на куклу Антиту небольшую, но очень музыкальную постановку. Пиллени, дудочка. Животные никак не могут понять, что делать с найденной дудочкой. Выручил пастух. Участники коллектива легко управляются и с куклами, и с музыкальными инструментами. У фольклорного ансамбля и театра кукол, оказывается, может быть много общего. Потому что в фольклоре существует и театр Петрушки, и вертепный театр, вертепные действия, и даже сами сказки карельские, русские, народные. И как бы сделать из них кукольный театр, я думаю, не составляет никакого труда. Юные актеры из Силаведлазера знакомую всем народную сказку «Теремок» озвучили тоже по-карельски. Занимаются ребята при Доме карельского языка и в такой игровой форме осваивают разговорную карельскую речь. Срители вас понимают? К сожалению, не все. Если кто-то знает сказку, то я думаю, что он мог понять, о чем речь идет. Ну вы молодцы, у вас настоящая миссия. Вы выбрали такую сказку, которую знают все, а благодаря вам зрители, наверное, запоминают еще и слова на карельском языке. Наверное, да. С течением времени у театра «Колосок» и других карелоязычных коллективов, к сожалению, может появиться и другая проблема – отсутствие материала. Если выбирать пьесы посложнее, то я думаю, что проблема встанет в переводе, потому что текст на карельский язык я перевожу сама. Фестиваль «Куклантида» зачастую ставит совсем не детские вопросы. Когда студейцы подрастают, сами начинают писать пьесы. О том, что волнует современных подростков, по секрету участникам «Куклантиды» рассказал театр «Секрет» из Петрозаводска. Не будьте так наивны! Человеку нужно огромное количество вещей, и он с легкостью с ними расстается, даже если они вполне могут ему еще немного послужить. Нет! Нет, нет, нет! Этого просто не может быть! Этого просто не может быть! Человек так много сил на меня потратил, чтобы просто выкинуть! Ха, подумаешь, батон! Столько мусора театр «Кукол» не видел никогда. Дело в том, что место действия спектакля – городская свалка. Время – наши дни. Герои – вороны, крысы и бытовые отходы. Страшно? Противно? Вот то-то же! В спектакле «А что потом?» старшие группы театра «Секрет» Петровского дворца поднимают важную тему загрязнения окружающей среды. Инициатором «Пуклантиды» с самого начала был театр «Кукол Карелии». В этом году миссия организатора досталась Союза театральных деятелей республики. Чем занимается директор фестиваля? Всеми организационными вопросами. Нужно все-все предусмотреть, учесть все пожелания коллективов, чтобы все комфортно у нас разместились, чтобы все знали, где они живут, где они питаются, какие у них мастер-классы, какая у них культурная программа. Так, ну, подходите ко мне! Давай, 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 подходи! Здесь клятва актера, держи! Давай, 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 давай! Держите, клятва актера, держите! Все? Ой! Клятва артиста! Все! Артист! Такой момент уж точно не забываем. Посвящение в артисты. И не где-нибудь, а в волшебной комнате театра кукол. Здесь хранится невероятное богатство. Куклы из прошлых и действующих спектаклей. Познакомиться с их разнообразием и секретами управления на куклансиде не только можно, но и нужно. Стой, я тебе не понравился? Нет. Да ты что? Волшебе, безвестного я... Всем детям нравлюсь, Петрозаводский стартовал, а не понравился, буду плакать. Да ладно, красивый! Красивый, правда? Да, красивый. Вы красивый, и я красивый. Вот почему куколка называется мимирущей, она работает мимикой. Вот такая куколка, но она тоже работает на ширме. Его зовут Илмаринин. У него голова жесткая вообще. Здесь пруд металлический. То есть, если не нужно, чтобы был наклон, нужно только, чтобы вертикально. Это может быть просто трубка, деревянная, круглая рейка. То есть, что угодно. Кукла Антида – это общение и учеба. Причем не только для детей, но и для руководителей коллективов. Участники фестиваля знакомятся с технологией изготовления кукол, посещают мастер-классы по кукловождению. Значит, когда кукла у нас в руках, то, особенно заширывает, да, артист поднимает голову, и чтобы голос шел вверх. То есть, говорите не вы, а говорит кукла. Запомнили? Да. Молодцы. Учатся актерскому мастерству, сценическому движению и сценической речи. А Клара у Клара? А Клара у Клара. У Клара Клар нет. У Клара Клар нет. Перемена. По многочисленным просьбам в этом году добавили занятия по вокалу. Попробуйте, здесь прекрасны. Три, четыре, семьи. Здесь прекрасны моря и леса, И моря и леса, И народ удивительный страх, И здесь нам каждом живут живица, Ухлотились на нем, Ухлотились в пряменном контракте. На Куклантиде работал не только весь театр кукол, но и артисты других профессиональных театров. Такое единение не случайно. Вырастить себе достойную смену и умного, понимающего зрителя – задача общая. Может быть, и не всем нужно быть артистами, действительно. И да, наверное, это не очень выгодная денежная профессия. Но это… Что она приносит? Это зов души какой-то, когда ты приходишь и занимаешься любимым делом. Это же самое важное, если ты всегда хотел быть артистом, нужно обязательно быть артистом. Продумывая программу, мы уже понимаем, что фестиваль должен развиваться, мы ищем новые способы вовлечения детей, и особенно, конечно, мы работаем много над образовательной программой, которую мы постоянно меняем, пополняем, улучшаем. По сравнению с фестивалями предыдущих лет, в этот раз в программе появилось новое занятие – читка пьесы. Для многих участников такой формат стал откровением. К этому нужно как-то специально готовиться? Конечно, нужно специально готовиться, речь, выразительность определенно, чтобы поставили, кто не умеет. Ну и опять же вжиться в роль. Маруся берет фонарь. У нескольких детей из нашей школы пропали папы, и у других детей, не из нашей школы, у них тоже пропали папы. Их полиция искала с собаками и на вертолете, но не нашла, потому что их похитил ужасный дикий дракон. И еще он так накладывал, что папы забыли своих детей, и теперь вообще никогда не вернутся домой. Все. Маруся, ну другого она не существует. Хотя бы уж про динозавр, я бы сказала. Это хотя бы научный факт. Работа современной драматургии для детей продолжится на следующей – одиннадцатой куклантите. А пока время подводить итоги юбилейной десятой. Чем она запомнилась участникам? Родители вместе с детьми участвуют в этой вот бурной театральной жизни. Это впечатления яркие, это яркие спектакли, это знакомство с новыми людьми совершенно разных уголков карелии. Мне все понравилось, спектакли очень красивые ставят. Я научилась, что надо говорить погромче, и руку все-таки держать надо выше. Это игра такая, где там все интересно, разные спектакли и игры разные. Я за любое творчество, где дети могут себя проявить в той или иной форме. А здесь им предоставлена такая возможность под чутким руководством профессионалов получить мастер-классы по вокалу, по сцене речи, взять в руки кукол и через них как-то прожить какие-то свои эмоции. Год от года жюри фестиваля видят, как меняются и растут постоянные участники куклантиды, как совершенствуют свой профессионализм руководители, а дети раскрепощаются, становятся увереннее и свободнее. Возможно, эти ребята выберут совершенно другой путь, не связанный с актерской профессией. Но в их жизни уже есть театр, творчество и куклантида. Увидимся на территории культуры! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова